МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Вести, Хакасия. События недели в студии Алексея Гончаренко в этом выпуске. Голубой вагон бежит, качается. Теперь уже и двухэтажный. РЖД поделилась стратегическим планом развития на ближайшее время и на перспективу до 2020 года. Пресс-конференция к 10-летнему юбилею компании прошла в Москве. В Хакасии стабильно растет спрос на морепродукты и почти не увеличиваются цены на рыбу. Самый ходовой товар по-прежнему селедка. Могут ли нарушить эту идиллию тенденции на российском рынке, на котором эксперты прогнозируют дефицит самой популярной рыбы в стране? Примерно через 20 лет человек перестанет читать, а писать еще раньше. Так считает известный телеведущий Александр Любимов. И объясняет, почему это произойдет. Через 20 лет уже будет. Компьютеров не будет. Внутри у нас будут нано-роботы, которые будут считывать. Как превратить обычное село в село образцовой чистоты и порядка? Ваали Доможаков знают действенный способ, который работает уже не один год. Новые правила постановки на учет сделают регистрацию транспортных средств в России самой быстрой за всю историю отечественной госавтоинспекции. И это только одно из пяти нововведений. Очередную партию вещей первой необходимости отправляет сегодня Хакасия на Дальний Восток, регионы которого пострадали от сильнейшего за последние 100 с лишним лет наводнения. Два контейнера продовольствия по 20 тонн адресованы в Амурскую область. В списке вещи первой необходимости. 7 тонн питьевой воды, 5 тонн муки, крупа, консервы, одежда и тепловые пушки. Все это в помощь дальневосточникам собрали республиканские предприниматели. Посылка дойдет до адресата не так быстро, лишь через две недели. Это время следования вагонов от Хакасии до пункта назначения. Первую партию помощи республика отправила в сентябре в еврейскую автономную область вагоновощей, пиломатериалы и питьевую воду. Кстати, Дальний Восток остается территорией, откуда приходят сообщения, которые приковывают внимание большинства россиян. На этой неделе сенсационной стала новость о возможном дефиците селедки, самой популярной рыбы в стране. Объясняется это тем, что разрешенный вылов сократился на 30%, и это, прогнозируют специалисты, может вызвать рост цен. Причем уже к Новому году, когда традиционно повышается и спрос. Если все это так, то Хакасия вполне благополучна с точки зрения обеспеченности рыбой регион. Во всяком случае, пока. В том, что селедка есть, ее не может не быть, не сомневается, наверное, ни один российский покупатель. Может не быть какой угодно другой рыбы, но сель, причем разных сортов, всегда на прилавках в любых продуктовых магазинах. Поэтому заявление о возможном дефиците, кажется, выглядит каким-то несуразным. Но Россия вступила в ВТО, снизились экспортные пошлины, и улов российских промысловиков уплывает за рубеж. Подтверждает это и недавно вернувшиеся с Сахалина жители Хакасии, где трудились на рыбоперерабатывающем заводе. И говорят, едва ли хоть один килограмм попал на российский рынок. Рыба, которую три месяца добывали и перерабатывали, она непосредственно грузилась на корабли. Корабль, он ходит по той части земного шара, непосредственно в морях, заплывает в Америку, в Китай. И по словам моряков, эта рыба, которая добывалась на протяжении трех месяцев, загрузили около двух тысяч тонн, то есть почти всю продукцию, на которой они настаивают. Она, по словам рыбаков, пойдет в Китай в дальнейшем, эта рыба. А там уже на переработку самим китайцам. Фактор растущего экспорта при снижающихся объемах добычи приведет к дефициту в отечественных магазинах. Во всяком случае, пока прогноз такой. Оттого и пошли разговоры о возможном повышении цен. По оценке Росрыболовства, удорожание селедки в магазинах произойдет примерно на треть. Ситуация, по крайней мере, в розничной сети в Хакасии, будет весьма нетипичной, учитывая, что ценники на рыбу всех видов, а не только на селедку, в последние годы почти не менялись, в том числе и в 2013 году. За 9 месяцев 2013 года, по отношению 9 месяцев 2012 года, цена на рыбу всего возросла на 1%, 101,2% индекс цен потребительских, именно на рыбу и морепродукты. Хакасстат фиксирует растущий интерес населения к морепродуктам, к рыбе в частности. Какой именно и сколько уходит в пищу, такой информации нет. На виды и сорта специалисты не дифференцируют. Но что, растут объемы продаж и потребления? Факт достоверный. Потребление растет год от года. В общем-то, если взять динамику за последние 10 лет, с 2003 года до 2012, рыба выросла практически в два раза. Если в 2003 году на одного члена домашнего хозяйства в целом за год потребление было 9 килограммов рыбы, то в 2012 мы уже наблюдаем 18 килограммов рыбы на одного члена домашнего хозяйства. В год? В среднем, да, в год. На крупнейшем в республике рыбоперерабатывающем предприятии пока даже близко ничего похожего на дефицит не ощутили. Информация о недостаточных объемах селедки и вовсе вызывает недоумение, так же, как и высокая цена. В сезон она и вовсе падает ниже себестоимости. Промысловики компенсируют убытки на других видах морепродуктов. Селедка неправда, что она заканчивается. В этом году улов был как никогда. Ее продавали, предлагали нам, ну, маховатую, конечно, предлагали. Даже ее по 17-18 рублей летом предлагали. Селедка по-прежнему остается народной рыбой. Ни на одну другую, в том числе и горбушу, нет такого спроса, хотя предложение достаточно разнообразно. Не только по видам и сортам, но и способам приготовления. В основном мы работаем на селедке, но проходит очень много. И горбуши, и форель, и семга, кижу, чневка, келька, мойва, салака. Очень много. 70% работы на селедке. И на пресервы, и на филе мы продаем, просто филе. И кусочками мы делаем, и полностью тушкой мы с золем делаем. Но если с селедкой у переработчиков Хакасии все стабильно, и опасений на перспективу нет, то на вторую по популярности рыбу, горбушу, с промысловиками, похоже, торг неуместен. Вот сейчас, смотрите, горбуша там, они все равно держат ее по 70 рублей. Держат, представляете, если она такая цена была, 20 рублей. Ну, лет 5 назад 20 рублей. Сейчас 70, 79 рублей. Вот как мы купили собственной. Ну, пусть мы ее купили, но она зато у меня, сейчас видите, что сырье у нас в этом году просто шикарное. В общем, никакой определенности нет. Эксперты прогнозируют дефицит, переработчики ничего подобного на горизонте не видят, а чиновники и вовсе говорят о полном благополучии. Например, представитель правительства Сахалинской области заявил, что большая часть рыбы отправляется на российский рынок, а часть отгружается на экспорт. Жители Хакасии на Сахалине тоже об этом слышали, но видели совсем другое. Меня вообще удивляет тот факт, что непосредственно администрация завода утверждает о том, что вся рыба расходится по внутреннему рынку непосредственно в России. Она уходит именно на наш рынок вместе с икрой. На самом деле, получается, вся эта рыба уходит за границу и на внутреннем рынке практически ничего не остается. Несмотря на заявления администрации, которые они заявляли также перед камерой, приезжали репортеры и давали интервью. У Хакасии есть альтернатива. О ней говорят и переработчики, ожидая местную рыбу с прудов и озер по разработанной в республике еще четыре года назад программе зарыбления водоемов. Конечно, морскую пресноводное в полной мере не заменит. Но все же было обещано обеспечить население рыбой в достаточных объемах и по доступной цене. Одна из крупнейших транспортных компаний мира РЖД отмечает 10-летний юбилей. На этой неделе журналисты почти со всей России съехались в Москву, чтобы из первых рук получить информацию о стратегии развития российских железных дорог до 2020 года. Это без преувеличения уникальная возможность для журналистов региональных СМИ задать вопросы высшему руководству РЖД вплоть до президента компании. Мои коллеги Анна Ахпашева и Дмитрий Парахин узнали, как и на чем будут путешествовать россияне не то что через пятилетку, а уже в самое ближайшее время. Съезд региональных журналистов в подобном формате под эгидой российских железных дорог проводится впервые. Журналистов пригласили со всех регионов страны. Из Владивостока, Хакассии, Калининграда. Повод собраться самый весомый. 10 лет. ООО РЖД. За эти годы произошли колоссальные перемены. Одно осталось неизменным. Железные дороги сегодня главный перевозчик страны. Как грузов, так и пассажиров. Это следует из приоритетов, озвученных президентом страны на ближайшие годы. В списке три направления. Два из них железнодорожные. Развитие БАМа и Транссиба. И строительство скоростной дороги Москва-Казань. Кстати, в глобальном ускорении пассажироперевозок сегодня руководство видит выход из кризиса. Жители России все чаще для поездок выбирают самолет. Но железнодорожники намерены бороться за клиентов. В России до 2030 года высокоскоростные поезда будут курсировать в направлении Казани, Санкт-Петербурга, Адлера. Опыт эксплуатации подобных составов сегодня подтверждает. Данный вид транспорта весьма востребован. Первые пилотные проекты «Ласточка» и «Сапсан», наполняемость которых 80-90%. Это очень много. Средняя, нормальная заполняемость поезда это 50-60%. Это комфортно, это средняя в зависимости от времени дня и так далее. Привлечь пассажиров намерены и улучшением качества услуг перевозок. Федеральная пассажирская компания отвечает сегодня за комфорт во время поездок по стране. 300 направлений по всей России. Помимо бонусных программ обновляется и парк. Новый проект – двухэтажный вагон. 64 места в купе, 30 в СВ. Предусмотрен и бар, и ресторан. В каждом поезде спецподъемники для инвалидов-колясочников. Как обещают, стоимость проезда будет на 30% дешевле места в обычном поезде. Первый двухэтажный состав отправится из Москвы в Адлер уже меньше, чем через месяц. В целом, итоги реформ, которые длятся уже больше 10 лет, стали главными темами обсуждения на съезде. Надо дать должное, журналистам дали возможность спросить буквально обо всем, что интересовало и что наболело. К примеру, тысячи жителей Хакассии, которых коснулась так называемая оптимизация расходов РЖД, в результате которой закрылось направление на Красноярск через Ачинск, до сих пор надеются на то, что поезд вернут. В мае этого года в нашей республике и на территории соседнего Красноярского края был закрыт маршрут пассажирский Абакан-Красноярск через Ачинск. В итоге 39 деревень, однолюбно все остались фактически отрезаны. У большой земли к зиме это будет 100%. Так вот, вы уже говорили о социальной ответственности компании. В какой ситуации и вообще возможен ли пересмотр этого решения? Возможен. Перед этим решением, которое касалось этого года, у нас была очень серьезная работа в правительстве. И мы доложили, что нам придется от 240 до 300 поездов нерентабельно снять, потому что у нас просто нет денег на финансирование. Нам сказали, что снимайте. Все увидели, что да, это социальная услуга, это не РЖД нужно. Поэтому я и ответил, что да, возможно, но при этом необходимо, если надо, чтобы государство оказало поддержку. Острые темы во время диалога поднимались не раз. Открытость несколько обескуражила, и вопросы, и ответы не всегда удовлетворяли оппонентов. Впрочем, организаторы признали, съезд – экспериментальная площадка. И эксперимент в любом случае состоялся. Коммерческая организация, где все законы ликует экономика, исходя из экономики и потребностей, потом уже населения, будет строиться работа российских железных дорог. Иллюзий на этот счет у меня нет. Что касается, возник диалог или нет, мне понравилось то, что наши коллеги не стесняются задавать вопросы, очень неудобные. Это первый съезд, это первый блин. Поскольку, я так понимаю, наши коллеги, журналисты не были подготовлены к тому, они не ожидали, что нужно задать любые вопросы. Вопросы поначалу шли местечковые. Походу ребята сориентировались и начали задавать те вопросы, которые интересны всем. Это первый опыт. Наверное, хотелось бы журналистам больше интерактива, то есть чтобы не только в формате вопрос-ответ, а именно, может быть, чтобы журналисты, как люди, которые знают общественное мнение у себя в регионах, на местах, могли быть вовлеченными в дискуссию, может быть, а не только в формате вопрос-ответ. Есть примеры, когда такие, собственно говоря, обращения, они имеют отклик. И отклик, скажем, почему хороши такие вопросы на этом уровне, что здесь это выходит не просто точечные какие-то решения, то есть на конкретном, при какой-то проблеме, а здесь меняется в системе. То есть руководство принимает решение, которое меняет систему. И такие, собственно говоря, вопросы с регионов, они нужны, важны и их слышат. В ходе неформального общения уже после официальной части журналисты из регионов сошлись во мнении, подобные мероприятия нужны не только как возможность узнать из первых уст новости компании, но и как возможность донести свои мысли до руководства крупнейшего перевозчика страны. Обещаний сделать съезд традиционным руководство российских железных дорог не давало. Однако участники уверены, мероприятие может и должно стать хорошей традицией. Анна Ахпашева, Дмитрий Парахин из Москвы для Вести Хакасия. События недели. Настоящим подарком для приехавших на пресс-конференцию представителей региональных СМИ стала встреча с мэтром отечественной журналистики Александром Любимовым, организованной компанией РЖД. И хотя диалог коллег в форме вопрос-ответ касался только их профессиональной стороны дела, он вполне может быть интересен и многим другим. По крайней мере, точка зрения самого любимого на некоторые процессы на современном информационном рынке. Однако, не могу сказать, что мы по всем вопросам разделяем точку зрения известного телеведущего и руководителя телеканала РБК. Но некоторые тенденции весьма любопытны, хотя и не бесспорны. Первое, что важно понимать, мне кажется, и я часто сталкиваюсь, общаюсь с журналистами, очень все боятся слова пропаганда. В этом плане, мне кажется, важно различать золономеренную пропаганду. То есть, когда вас сознательно обманывают, этим часто занимаются госорганы, большие бизнес-корпорации и информация, которая полезна для аудитории. По-английски это нехорошие два глагола – use и abuse. Пользоваться и злоупотреблять. Нами часто злоупотребляют, но они обязаны нами пользоваться. И я просто часто сталкиваюсь, что люди задумываются, допустим, какой-нибудь чиновник хочет донести свою точку зрения. И журналисты часто кривятся. И, собственно, когда смотришь стандартно победные репортажи про губернаторов в местной прессе, сделанные при помощи договоров о информационном сотрудничестве, то часть этой проблемы в том числе находится и в нашем цехе, потому что власть обязана, и она хочет заниматься пропагандой. Она должна доносить до граждан то, что она делает. Особенно в нашей стране, где от государства очень много зависит. Но если мы будем кривиться и отказываться от этого, то мы не сможем до людей на понятном языке, собственно, донести то важное, что, возможно, содержится в этих сообщениях государства. Конечно, их пресс-релизы чудовищны. Конечно, звонки главного редактора омерзительные. Эпоха эта будет меняться. Так не будет всегда. Но даже в это время, в котором мы живем, все равно, мне кажется, в этом можно находить позитив. Мы живем в эпоху мультимедиа. И, по идее, все больше и больше журналист будет становиться универсальным солдатом, который умеет снимать, пусть на телефон. Сейчас, кстати, кто телевидением занимается, из вас, последняя выставка, которая была по технологиям, там, например, очень широко представлены системы профессионального монтажа и съемок на смартфонах. Я сейчас, кстати, на РБК хочу приобрести для прямых включений журналистов такая палочка пластмассы. В нее прям вставляется iPhone или, там, неважно, HTC. Ну, какой-то смартфон. И если есть LTE, то он прямо вот так вот выходит в прямой эфир один. Качество очень приличное. То есть, ну, там, может, 3,5 мегабит в секунду нет, но где-то там 2-2,5 мегабит в секунду для крупного плана это нормально. Там даже представлены были такие специальные платформы, из-за меня ручками, когда внутрь вставляешь iPhone, и с ней прям ходишь, как настоящий телеоператор. Вот. Современные журналисты это будет все больше и больше востребовано, только когда он, кроме всех предыдущих пунктов, способен еще выродить всеми технологиями передачи информации. Он должен сделать текст, он должен сделать аудио, не знаю, видео. Ну, еще вот важный, мне кажется, один тезис. Мир очень меняется в сторону от текста к знаку. И, кстати, первыми это узнали россияне, там была такая группа питерских ученых, Якобсон, собственно, в начале века прошлого. Основатель такой науки, семиотика, наука о знаках. Ну, собственно, олимпийский символик, это знаки, знаки дорожного движения. Человек их понимает сразу. Ну, иконки Microsoft или там, то есть, Windows или там, Adobe мы тоже понимаем сразу. В рекламных роликах все больше и больше логотип. Компания сопровождается определенной фразой и музыкальной какой-то короткой фразой тоже, что создает определенный образ. То есть мы переходим из языка, традиционного языка европейской культуры, который связан с чтением, к языку знаков, в общем-то, к первобытному. Когда вот там вождь племени с огнем стоял, там на горе и кричал, и это был определенный знак для всех, что, например, надо идти воевать или там убивать мамонта. Если это так, то средства массовой информации должны про это думать и меняться в эту сторону, потому что люди там через 20-30 лет уже не будут читать, потому что... Нет, писать-то они раньше уже перестанут, потому что за них это сделает компьютер лучше. То есть они будут говорить, но не будут писать. Завтра технологии поменяются, там через 20 лет уже будут, компьютеров не будет, внутри нас будут нано-роботы, которые будут считывать... Электрические сигналы нейронов передавать на внешнее устройство будет все проще вообще. Можно не разговаривать даже будет. Насколько сократится жизнь тогда человеческая? Жизнь сократится до 129 лет. Сейчас уже через 3 года представят бессмертную мышь. Она умрет в один день в 120 лет. Больше биологической ткани живет. Но бессмертие возможно, если полностью считать всю вашу... Все ваше ДНК и полностью ваш мозг отсканировать и перевести его в цифру, то в принципе потом можно вырастить вас и внедрить полностью вас в прошлое, и никто не заметит разницы. Вы только будете лучше работать. В плане органы будут были совершенны. Я, кстати, не пошутил. Кажется, невероятного результата сумели добиться в одном из сел у Стабаканского района, очистив его от полиэтиленовых бутылок и пакетов. И это один из критериев оценки, по которым в конкурсе название лучшего ААЛ Доможаков официально становится самой чистой территорией в районе на протяжении последних лет. И причем чистота и порядок поддерживаются без каких-то сверхусилий. Субботник в Доможакове – дело обычное и всенародное. На традиционный субботник в селе Доможаково вышли большинство жителей, от мала до велика. Младшеклассники убрались вокруг школы, а у старшеклассников задача более ответственная. Они приводят в порядок территорию памятника землякам, погибшим на фронте. Все люди с нашего села, получается, это около 100 человек. Мы храним очень верно свою память. Каждый 9 мая здесь проходит траур, возложение венков, цветов. Здесь иногда происходит даже стрельба. Получается, каждый ребенок, наверное, знает, зачем, почему здесь поставлен памятник. Работники бюджетных организаций убрали листву вокруг своих зданий. На улицах, в парке, практически это весь центр села. Такие генеральные уборки доможаковцы проводят дважды в год. Вывозят на свалку десятки тонн мусора. На улицах стало заметно чище. Как шурят сельчане, практически как в городе. Постоянно убираем территорию, собираем постоянно мусор, следим. Каждый на своих рабочих местах убирает. Каждый возле дома убирает. Постоянно у нас чистота. Везде поставили вот эти вот мусорки синего цвета. И мы стараемся поддерживать чистоту. Каждый даже вот возле своего дома убираемся постоянно. И у нас в селе стало намного чище. Это вот уже вошло в привычку. И потому что вот то, что мы делаем, это ведь для людей, не только для приезжих, чтобы глаз радовало, а для себя приятно пройтись по чистым улицам. Специальные контейнеры для мусора приобретены в рамках республиканской программы по утилизации бытовых отходов. На средства республиканского бюджета закуплен и КАМАЗ-мусоросборщик. Причем соседние сельсоветы отказались от спецмашины. Не хотели брать на себя расходы по ее содержанию. В Доможаково решили потратиться и не ошиблись. Расходы на топливо и оплату водителя составляют около 300 тысяч рублей в год. Зато сельский бюджет получает почти полмиллиона по договорам за вывоз мусора из других сел района. Во всем помогает. Ну, как видите, листву, зеть, чистота, порядок. На сегодняшний день мне очень приятно и отрадно подчеркнуть то, что вокруг территории нет уже таких свалок, нет ни бумаги, ни полиэтилена, ни бутылок. Ну, вот эти ТБО, первые необходимости так называемые, да, ну, чисто. Потому что контейнера есть, производится складирование в этих контейнера и вывозка по мере ее накопления. Доможаковцы не собираются останавливаться на достигнутом и мечтают завоевать звание самого чистого села в Хакасии. И, похоже, для достижения этой цели им осталось совсем немного. Село действительно поражает порядком на улицах. Виктор Лушников, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Послезавтра в России произойдут изменения правил регистрации автомобилей. Вводится сразу пять нововведений, которые существенно облегчат эту все еще волнительную процедуру. Во-первых, для того, чтобы продать транспортное средство, не будет необходимости снимать его с учета. Во-вторых, для регистрационных действий можно будет обращаться в любое подразделение ГАИ. В-третьих, транзитные номера будут выдаваться только если планируется транспортировка автомобиля за пределы России. А также установлено максимальное время для регистрации. На это теперь отводится один час. А при потере или краже номеров перерегистрации автомобиля не потребуется. О нововведениях подробнее Константин Кравцов. Понедельник, полдень в Абаканском МРЭО. Картина привычная. Десятки автомобилистов терпеливо томятся в очереди. Многие из них пришли ранним утром, чтобы оформить документы. Когда человек торопится, да, тогда нервничаешь. Потому что у меня дома маленький ребенок пришла, народу много. Мне что-то напрягает. Чем быстрее, тем лучше. Быстрее свободное время. Новые правила регистрации авто призваны, если уж не праздником стать, так хотя бы значительно сэкономить время и нервы водителей. Оформление станет короче аж в три раза. Процедура регистрации по-новому должна занять не больше часа. Итак, 15 минут в очереди. Прием документов, запросы и проверка сведений оператор должен успеть за 20 минут. Еще 20 на осмотр самого автомобиля, плюс 10 минут, чтобы вынести решение. Оставшиеся 10 минут оформления регистрации. И вот, долгожданные номера у вас в руках. Впрочем, почему долгожданные? Прошел всего лишь час. Такая скорость в расчете на оптимизацию. Бумаг оформлять придется меньше. Остается одно основание для снятия с учета. Это когда автомобиль убывает за пределы Российской Федерации. В остальных случаях идет процедура изменения регистрационных данных о собственнике в данном случае. И при этом не требуется получать транзитные номера. То есть машину можно продавать с установленными знаками. А в ГИБДД покупателю достаточно принести лишь договор купли-продажи. Впрочем, как раз этот факт вызывает опасения у некоторых автомобилистов. Купили машину вот в Москве, да? Приехали сюда ее ставить на учет. На этих номерах на московских в ГАИ зашли, а они говорят, она в аресте. И все. И что, ты опять поедешь в Москву? Еще один повод для беспокойств на уже самих продавцов. Что, если покупатель в отведенные 10 дней не оформит машину на себя? Станет, например, виновником аварии. Тут разбирательства не обойдут и прежнего владельца. Чтобы не было конфликтных ситуаций, почему мне пришло по почте уведомление о наличии штрафа и так далее, брать обязательно копию договора купли-продажи транспортного средства тому, кто продает. Для того, чтобы, если вдруг такая конфликтная ситуация произошла, вы с этим договором к нам обращаетесь, и мы прекращаем регистрацию. Впрочем, оставить себе старый номер продавец может, написав заявление в ГИБДД. Ну а то, чему действительно обрадовались многие, оформлять машину можно в любом регионе, несмотря на прописку. Это вообще класс, нормально, лучше так делали бы. В любом регионе все равно же адрес остается, где живешь. Это хорошо сделано вообще. К слову, на учет автомобиль встанет по адресу в паспорте, так что от транспортного налога не сбежать. Насколько все же нововведения окажутся удобными на деле, станет понятно с 15 октября. Константин Кравцов, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. Информационную картину уходящей недели дополнит парламентский дневник. Прошла вторая сессия депутатов Верховного Совета 6-го созыва. А у меня на этом все. Сегодня вечером Вести Хакасия, События недели выйдут в повторе на телеканале Россия 24 в системе кабельного телевидения. Всего доброго.